Здравствуйте, друзья! С вами я, Саша Юлин, и сегодня у нас очень важное видео. Ведь что самое главное в жизни? Самое главное в жизни – это здоровье вашего ребенка. И когда малыш страдает, ну, жить не хочется, это я мягко сказал. Итак, давайте сегодня обсудим медицинский вопрос. Итак, у вашего малыша, не дай бог, конечно, заложен нос. Ну, что происходит при этом? Малыш мучается, носового дыхания нет, соответственно, отмен кислорода в организме неправильный, соответственно, это влияет на самочувствие. Например, если есть еще температура, это еще ситуация с носом усугубляет общее состояние малыша. Ну, я, как противник всяческих лекарств, ну, когда действительно можно обойти без них, я, в общем-то, придумал, каким образом можно облегчить страдания малышу. Итак, разберемся, что происходит при заложенности носа. У нас система носа устроена таким образом, что если нос заложен, то мы не можем высморкаться, соответственно, освободиться от слизи. А слизь, в свою очередь, мешает отеку, который вызывает заложенность носа, уйти отеку, потому что слизь постоянно провоцирует нос на то, чтобы он отекал, ну, или отек сохранялся, скажем так. Получается, сам тупик рук. Отек влияет на слизь, слизь влияет на отек. Все, тупик. Но я придумал, как выйти с этого самого тупика. Значит, делаем просто. Забираем тазик горячей воды и опускаем ножки ребенка в этот тазик. Называется отвлекающая процедура. Что происходит дальше? Сосуды в ногах у ребенка в ступнях расширяются. И организм моментально направляет туда кровь, в расширившиеся сосуды. И, соответственно, эта кровь отливает от головы, от носа, от пазух носа. И, соответственно, на несколько секунд, а может минуту, у вас, у вашего ребенка спазм, вот эта вот, значит, заложенность носа проходит на очень короткое время. Этим временем вы должны воспользоваться профессионально. Вы должны караулить этот момент, когда он сидит с ногами в тазике с горячей водой и высморкать его. Что происходит? У нас освобождается нос от слизи. И, соответственно, у нас наш отек в носу, он начинает уменьшаться или стабилизироваться. То есть, в любом случае, улучшается состояние. То есть, мы вот этот вот замкнутый круг, мы преодолеваем. И, соответственно, может быть, с этого момента, вот с этой процедуры, и начнется улучшение состояния малыша. Лично я делаю так, и нам всегда способ помогает. Желаю вам здоровья и здоровья вашим детям. С вами был Саша Юлин. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»